Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Аминь. Номер 135. Вопросы и события дня. Задавайте вопросы. 24 апреля 2016 год. Это наш эпиграф, как эпитафия для русского народа, оставленная царем Николаем. Теперь, я в контактах нигде не бываю. Люди приходят туда. Я вижу, что то, что я отвечаю, до них не доходит это. Виноваты кто? Виноваты модераторы, администраторы, никто. Они всегда меня на наш форум приносят, я отвечаю на форуме на своем. Дальше они туда относят. Ничего этого нет. Отвечают сотни вопросов. Эти люди потом почему на мой вопрос не ответили. И даже это не... Ну, один раз узнали это, но нельзя же тоже так на своем настаивать-то. А мне в контактах удобно. Ну, удобно, значит, ничего и тебе нет. Это удобно. Я не бываю там, хотя странички есть. Я не бываю, нигде не бываю вообще. Вот у нас открытые фейсбук, твиттеры там разные. Мне все не нравится. Мой мир, наш форум, сайт, я на этом сижу. И свой видеоканал. Вот четыре, где я бываю. Тут столько работы. Вот сегодня только утром выставил сразу шесть роликов. Ну, понимаете, что это другой масштаб. Ну, и дальше вопросов, чтобы кто-то помог. Краткое содержание дать. Прочитайте, что написано. Какие-то ролики и краткое содержание. Вот опять показываю. Ну, и вот. Вот это вот перевести тоже никто не поможет. Не можем сделать. Люди говорят, дорога едут, что-то у них там не могут. Вот это вскрыть наше видео на сайте. Это не видео, а книги. Книги не читаются. Я не понимаю ничего. Раньше-то этого не было. Мы сделали сайт, приходят, берут. Они сейчас ездят, у них там не телефоны или как-то. Не понимаю. Ну, и вот занятия, они скоро кончатся. Заходите. Вот оно где. Так, считай. Сергей Игнатов. Спаси Христос. Крепкого вам здоровья и терпения, Игнатий Тихонович. Если Бог даст, то расскажите о том... Расскажите. Как понимаете, 20-е правило Первого Вселенского Собора о запрете коленопреклонений в воскресные дни всю Пятидесятницу, которая сплошь и рядом нарушается. Ну, вот видите, я не успел, это уже утром поступило. Это у меня второе, получается, здесь. Какое? 20-е правило Первого Вселенского Собора? Да. Ну, еще Первый Вселенский Собор. 20-е правило. Сейчас мы посмотрим, как оно звучит. Считай. Поскольку суть некоторая, преклоняющая колено в День Господень и в Одни Пятидесятницы, то дабы во всех епархиях все одинаково соблюдаемо было, угодно Святому Собору, до стоящей приносят молитвы Богу. Ну, правило есть, учить надо. Вот кто в Москве бывает, и там, недалеко от Храма Спасителя, метров 250, на этой стороне канала, Берсеневский храм, Берсеневка, Николы. И там Евгумен Кирилл Сахаров, Московский Патриархат, это не единоверческий нестаробрядство, он все ведет по старому обряду, все, богослужения, там следствовками стоят и кланяется, знает где, и где он ездит по всей стране, и везде, везде только по старому обряду совершает. Никто это не запрещал, и там же архиереи с ним участвуют, у людей понятия-то нету. Вот три перста, значит, хорошо, два плохо, а что вы двумя молитесь? Ну, так князь Владимир принял. И у него все до одного молятся двуперстно, тем более в 1971 году, в 1971, решение Синода было, что равноспасительное, даже оно и не нужно-то настоящим, кто верует. Ну, положено, что в субботу никто не... Там определенно достойно, это тут земной поклон. И надо маленько приглядываться, где в разнобое, у него все синхронно кланяются. А хорошо, хорошо это везде. Почему нравится? Вот показывают Китай, китайские девушки идут на параде, как они идут. Как будто вот один человек идет. Ну, посмотрите, когда вот, ну вот как образец остался парад на Красной площади в прошлом году был. Посмотрите, как там участвовали и китайцы, и другие там, и как все, у каждого порядок везде. Все знают, как делать, когда счастье отдать. Здесь ничего не знают. Разброд заходит, уходит, люди совершенно не научены. Самые ненаученные, какие есть у нас в стране, это люди Московского патриархата. Вообще ничего не знают. Попы совершенно не занимаются людьми. Где поклониться? Какие колено преклонять? Вообще ничего не знают. Через порог перешагнул, ты православный. Ладошкой по голове задел, мокрая ладошка. Все, ты крещеный. Большего безобразия нет ни в одной организации, нигде. И что защищать-то? Люди понимают, я был неверующий. Ходил в храм всю жизнь, ушел к каким-то еретикам теперь. А я когда был неверующий, неверующий был. Это все осознают. Назывался православным, конечно. Совершенно ничего не знают. Еще бы не сказал, а что это такое? Ну они знают, вот как он видел, вот это вот, вот это вот, это так и надо. Вот свечку купить, повернуться. Посты не соблюдает, нарушает. Бедлам. Я называю все это скотомогильник. Как скот, человек, когда неверующий, и такое делают. Вот вечером в субботу, это в пятницу, начинается суббота. А почему не преклоняет коленость? Шти субботу, это заповедь Господня. Седьмой день Бог почил. А поклоны земные это труд. Это церковь установила. Ничем больше не это необъяснимо, только шти день субботний. Так а суббота это в Ветхом Завете. Установление вечное. Святые отцы установили. Субботу и день Господень. Дни Пиесятницы. Это меняй день Господень, а то было и субботу. А воскресенья почему нет? А потому что Христос восстал, стоит прямо. Восстал из гроба. Ну, дни Пиесятницы, так церковь установила. Там три большие молитвы, колено проклоненное. И все на этом. А дальше поклоны земные уже не творят. Поясные только. Когда в пост надо делать земные поклоны, делают поясные. Господи, владыка живота моего. Три поклона. И в конце один. Двенадцать эти все, они земные делаются. Земные. А это отменяют. То есть исковеркали службу всю. Никоновская реформа, она только перепортила все. Безумная, ненужная, страшная. Разделила Россию пополам. А Никонов, где его возьмете? А что делать? Канонизировать. Кто разделил самое явление предательства Сергия? Строгородский митрополит. Ну, врагами всех сделал. Кто сидел, всех объявили врагами. Церковь, прислужница патриархии. И что делать? Сергия канонизировать надо. Осталось только сатану канонизировать, кажется, и все. Такое положение. Самое негодное, самое страшное канонизировать. И кто дал право это? Когда 1 Коринфянам 4-5 говорится. Никак не судите преждевременно. Или анафеме предавать. Там Дворкин есть для этого. Смута, безобразие. А что дано? Трудиться и молиться. Вот я показываю. Вот сегодня даже. Ну, это я закрываю. Показали, что. Мне не надо делать земные поклоны. Но где перед чашей, когда склоняется Господь. Делается повеление прямо перед чашей. Три раза поклоняется. Вот. Показать где. Ну, у меня тут. Это я над этим был. Надо убрать немножко. Вставлял сегодня. Что именно вставил? Показать. Посмотри. Это канал. Вот сегодня показываю. Поставлено. Что это первое? Вопросы. Номер четвертый. Вопросы. Космонавты и бесы. То есть мы начали из нашего вот здесь сайта. Это наш сайт. Очень большой. Вот он где. И вот вопросы и ответы. Четыре тысячи сто двадцать четыре. Тысячи. Это все у Осипова взять, Дмитрия Смирнова. И у них там все, которые говорят где-то половина не наберется. И мы вот уже первые закончили. Вот. По Алпае туда. Пятьдесят пять папок. Сегодня начинаем даже Библию. Поросят озвучить. И люди правда смотрят. И вот первое. Вот сегодня я выставил утром. Что? Это уже номер девятый пошел. То есть мы начали эти. Называются вопросы. И под номерами. Шестьдесят. Около. Ну там пятьдесят может будет роликов. Маленькие мы соединяли вопросы. Дальше. Это что? Номер тридцать третий. Занятие по Теряевке. Вот. Занятие по Теряевке. Первые годы, когда Теряевку начали восстанавливать. Я проводил занятия за пределами храма. Я не был еще щитецом. Поэтому в храме я не мог говорить. И поэтому эти занятия сохранились на 123. Они насчитаны. Сейчас только замки снимаю. Дальше. Номер 134. Вопрос. События дня. Ну вот. Который сейчас мы насчитываем. Следующий по порядку идет. Отчет нам советую. Дальше что? Это вчера на меня один вышел незнакомый человек. И дальше еще что? Святой Златоуста Надежды. Да, вот и он Златоуст считает. И еще что? Собрание Вертепный понедельник. Собрание. Понимаешь? Так это вот сколько? Шесть роликов. Так это большие. Сколько вот этот ролик? Час? Час идет. Четыре. Час четыре. Ролики-то какие-то большие. Вот это с этим беседуло сколько? Сорок пять почти. Сорок шесть. Вопросы. Пятьдесят одна минута. Тридцать одна. Тот четырнадцать. Тот четырнадцать. Ну понятно, что очень большие материалы. Большие. Ну а люди приходят. Ну приходят, говорится, заглядывают. Сколько у нас просмотров? Два миллиона пятьсот две тысячи шестьсот тринадцать просмотров. Подписчиков. И подписчиков три тысячи триста семьдесят восемь. Ну значит уже приходят. То есть какая-то цифра есть, когда относят к средствам массовой информации. Наш канал уже занесла техникам средства массовой информации. И вот приходят, которые нападают или что-то, у них ничего нету. Вообще ничего нету. Ну сравни, какие у нас громадные материалы. Вот здесь на сайте аудио. Пятьдесят книг насчитано только. Пятьдесят. Полностью жития святых. И они выставляются. Сейчас вот мы заходим. Пожалуйста. На каждый день выставляется жития святых по Дмитрию Ростовскому. Видите сколько. И поэтому, ну, те, которые нападают, то у них ничего нету. Вообще ничего нету. И вот он говорит двадцатый день. Задал вопрос. Задавать-то легче, чем отвечать. Спрашивает про молитву как. И вот он говорит. Сегодня он как раз Сергей Игнатов сказал. Я бы не выставил сюда. Я говорю, читая по-русски понятно. Псалтырь начал читать. Вот псалтырь. Посмотри, какая изданная библейским обществом. Вот оно где. Посмотри, какие буквы. Как здорово сделать. Сейчас выпущен библейским обществом по благословению патриарха Кирилла. И вот эта псалтырь, в ней двадцать кофейзм. Если даже не знаешь, как разбить, ну, на двадцать частей по странице разбей. Их каждый, отдельная кофейзма двадцать разделяется на три славы. Слава. Ну, еще двадцать и три, это получается шестьдесят запевых слов. Мы считаем одну. Утром считаем. Ну, на восемьдесят частей. Постранично разбей и считай. Тут очень просто все делается. Положай. И обязательно по-русски. По-русски. Только по-русски. Он говорит, я встал читать, говорит, и открывается что-то. И молитва слова есть на русском языке в интернете. Найдите. Мы сделали отпечаток, рассчитаем по-русски в лагере. Это же считается. Так. Я сейчас хочу показать, что у нас здесь есть. Вот это у нас наш мой мир. Моя страница. Вот такая. Там другие страницы есть. Но именно вот такая фотография, чтобы была. И тут каждый день выставляем. Вот сегодня шесть. Шесть роликов с утра выставил я. И два вечера выставляем свои стихотворения. То есть восемь роликов в день. Ну понятно, что большая работа. Сейчас вот подготавливаем вот эти, которые вопросы и ответы. Это будет более, ну полторы тысячи примерно новых роликов. Тысячи. Сколько мы время тратим на это? Ну и людям открывает глаза Господь. Очень многие приходят прямо. Ну посчитайте, когда идет собеседование с кем-то. Беседа по скайпу. Ну и вот дальше. Было или не было вот это Сидоренко. Считай. Наталья Сидоренко. Старща с праздником. Это наш форум. Форум. Не сайт. Есть желание построить православную общину в селе Новиково и построить по форме ковчега церковь. Что делать в первую очередь? Понимаете, это слишком мало данных. Старща. Это ко мне значит обращается. С праздником. Спаси Христос. Желание и построить далеко друг от друга отстоят. Я знаю многих, с кем переписывались. И они тоже желали построить. И сколько построили? Не один. А у нас община нынешне отмечается 25-летие. Так она маленькая. В один день может расстроиться. Но наших правил какие есть. Ведите у себя и вам вообще не построить. В первую очередь у нас, чтобы человек доказал, что он не лжет. Не пьет спиртное. Не курит. Не матерится. Не ворует. Пять качеств. Дальше. Своими силами. Своими. Никто не помогает ничего. Не то, что коммуна какая-то. Много у тебя скотины. Много прибытка будет. Землю получить. Оформить это все надо. Юридически. Чтобы законное было. Государственное поселение какое-то сделать. И вот на этих условиях построить-то. Удастся или нет. Были, которые строили уже прямо. Двухэтажные дома ставили. Все разрушилось. А еще так пить. Курить начали. Воровать. Ну и все пошло. Друг на друга клепать. У нас это все было. И были и пили. И курили. Еще только не было. Все осталось позади. Все до одного верующих. Все православные. Первым делом что? С чего начинать? С молитвы. Умолить Господа, чтобы открыл. Потянете или не потянете. Найти единомышленников. Полностью согласных. Во всем. Нет. Далее. Мы православные. Поэтому я отвечаю как православные. Очень и очень желательно, чтобы был священник. Священник у нас в Патриаре отец Аки. Мой родной брат. Дальше. Первое, что построить. Где было жить. Ну и сразу же с первого дня думать о том, где будете молиться. Временно. Или потом. Потом у нас вот как храм сейчас все это. Это средство. Когда начинали там крышу крыть. Только над храмом. Вагон леса. Деньги нужны большие. Речь идет о миллионах. Не о рублях. Тем более сегодня такая инфляция. С чего надо начинать? Ну, вначале, чтобы вам начать, нужно хотя бы два человека. Один ничего не сделаешь. Один. Мы верующие. Большие связи. Ну, представьте. Нам в первый год поступило полторы тысячи заявок. В истинном виде письма. Тогда не было интернета. Полторы тысячи. И на все было отвечено. Годных оказалось четыре человека. Из них остался один. На полторы тысячи один. Это какой процент? Ну, обитованная земля. Шестьсот тысяч. Израиль вышел. А вошло два человека. Шестьсот тысяч и два. То есть, у нас-то еще ладно. Хоть один остался. А то на шестьсот тысяч. Это ноль, 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 ноль процента. Так что проверяем как можем. И будет воровство. И будут пакости делать. Скотину убивать. Отравлять. И что угодно делают завистники. Это все надо претерпеть. Главное, это молитва. Поэтому у нас все православные. Посты все соблюдают. В храм ходят все. Вы понимаете? Ну, которые там к своему родственнику приехали, там к ним, это про них не говорим. Вот в первую очередь. Почему во имя, по форме ковчега, я это не понимаю. Это по форме ковчега можно макет сделать. Мы никакой формы не было строим. Устав зарегистрированный. В краевом отделе юстиции. Это вопрос вопросов. Чтобы землю выделили. Потом в реестр поселений внесли. Это, может быть, не одну сотню раз придется вам в юстиции быть, в прокуратуре. В судах там будет, что земля, что было. Скотину. Там все надо видеть. Все масштабно. И обязательно должен быть кто-то, как говорится, мозговой центр. Ну, руководитель. Лидер, как говорится. У лидера должно быть шесть качеств. Я их неоднократно говорил. Это не моя наработка. Это американцы исследовали. В войну было, ну, допустим, капитан. И пуля ударила, его убила. Ну, а дальше старший лейтенант. Ну, атаку повел именно сержант. Почему? Стали смотреть. Исследования ведут. И я их проверил на практике, относятся к верующим. Первое качество. Воображение. Воображение должно быть. Ляпнул где-то. А какие последствия? Кто был, услышал, как передали, что дальше будет. Что строить? Потребуется земля. Регистрация в отделе юстиции. Да, ну, все остальное. Чем питаться будете? Как электричество подвести? С интернетом связи? Школа государственная. Это непросто. Это очень непросто. Поэтому сядь и высчитай. Там с десятью тысячами против двадцати устоишь или нет? Чтобы над тобой не стали смеяться. Господь это сказал. Начал строить, и не хватило материала, чтобы над тобой не стали смеяться. А вы что, все высчитали? Конечно, нет. Но мы сильно надеялись на Бога. И Бог так сделал, что вначале строить из самона, глина, соломы искать, где-то привозить. Ногами топтали. Потом достали лошадку. На лошади стали топтать. Потом лошадку у нас убили, убили лошадь. Возили на корове. Кражи начнутся. Воров этих надо ловить. Потом строить баки для горючей. Пошли машины уже. Приезжают представители власти. Краевая администрация, местные районы. Объявят буквально войну. Потом все смирится. Помощи ни от кого государства. Никакой. Единственное, что сейчас учителя получают зарплату. Государственная школа. Но учителя все верующие. Начинается с молитвы. Теперь к нам приезжают люди. Отовсюду приезжают. Отовсюду. Вот сейчас местный митрополит. Мы относимся к русской православной зарубежной церкви. А митрополит здесь московского патриархата. И приезжают, служат. Вот епископ был сейчас Сергий Иванников. А тогда был Максим Дмитриев. Он сейчас где-то там елец. Там он находится. Вот. Тоже приезжал. Ну, а Антоний тогда был Масельевич епископ. Московский патриархат. У нас хорошее отношение. Враги стараются поссорить. Ну, сатана. Дьявол. И при том через священников, патриарших. Все это пройдет. Улетит. Перетрется, говорит, и мука будет. Вот. Вот с этого надо начинать. Думать о школе. Если дети будут в другой школе где-то учиться, это нехорошо будет. Ну, смотреть надо. Кто попало, чтобы не было. Ну, а как? А если пожелают? У нас же Конституция нарушается. Ну, да. Теоретически, да. Но практически Бог будет ставить преграду. Не будет. А мы хотим там. Приедут сейчас к нам чеченцы. Сто человек. И могут поселиться? Согласно Конституции, могут. Но они не поселятся. Почему? Бог. Бог. Мы на Бога надеемся. К Богу прибегаем. На него. И Бог делает так. Были такие, которые. А мы вот там уезжали. Кто-то дома продает в соседней деревне. А тут рядом фермеры. А мы копим, будем приезжать гулять здесь. Бог сделал так, что этого не было безумия. Не было. Внимательно. И дальше кто-то заходит. Видите, вот. Это модераторы перебрасывают ко мне. Это неправильно она зашла, Наталья. Теперь, что я ей ответил, она не получит, может, никогда. Ну, дайте людям знать. Заходите на наш форум. И вот каждое утреннее отчеты. Павел Ткачев. Здравствуйте, Игнатий. Простите, что пользуюсь тем, что мы друзья ВКонтакте. Друзья ВКонтакте не бывают. Пожалуйста. Быть может, вы или ваши знакомые интересуются историей России или историей космонавтики? Не интересуемся. У нас нет таких. Меня попросили найти покупателя для оставшихся экземпляров двухтомника Замятина. Мы стремились к небу. Потом решил поспрашивать среди друзей подробнее. Дниги, двухтомник. И спрашивают. Ну, смешно даже. У меня вышло 38 томов. Я лично издал. Бог помог так. И потом проехали в среднем, примерно так, счет неизвестно, 600 в селении. Начинают, живем в Барнауле, Алтайский край, Владивосток находка и Португалия закончили. Все государства. Турцию прошли, Скандинавию, Прибалтику. Везде дарил и дарил книги. В одном месте подарить это 750 евро. Евро. Ну, умножьте на 600. А мы бы один в том там ходили. Да мне уже это смешно даже. Космонавтика какая-то. Глупости это все. На меня выйти. Значит, ничего нашего не считала. Не знает, кто мы такие. А подробнее. Да кому она нужна? Сегодня одно, завтра другое. Вот, кто-то новая женщина. Нина Фатеева. Комментарий к видео. Что на завтрак у бедняков после канона Андрея Критского. 14.04. Это наш ролик, да. Пишет. Только сегодня думала на эту тему. Господь каждому дает по его силам. Если умудрятся жить в бедности, значит, есть на это силы. У меня знакомые имеют деньги постяться и с рыбой, и с творогом. Вот как. Это патриаршия. Это все батюшки разрешают. То есть, дорога в ад полностью. Потому что ложь. Это непрерывная ложь везде. Какие-то верующие. Посты не соблюдают. Ничего и нету. Сатане служат люди. Дальше. Господь их тоже любит. Да. Но дает по их силам. Дает по их силам. Да какая же это сила-то? Не обманывай. Ешь, пей. Никто не запрещает. Зачем лепиться туда, где это не разрешено? Феофан Затворник говорит. Четыре причины люди придумают, чтобы не поститься. Гастриты, перитониты, всякую глупость говорят. Дальше. Когда нужна будет, попащуйся. А он говорит, когда церковь указала. И все четыре причины неосновательные. Но когда, говорит, тебя демоны потащат в ад. Вот тогда ты хочешь, не хочешь, пойдешь. Феофан Затворник Говоров. И дальше. А мне денег не дает, чтобы не соблазнялась. Но у вас... Кто не дает? Не понятно. Муж или кто? Бог, видимо. А? Господь. А. Но у вас побогаче, я не понял. Побогаче. Богаче-то с березовкой. А это с натурпродуктами. Спасибо за ответ. За совет. Натурпродукты. Березовка ни копейки не стоит. Натурально продукты не смеет. Работать надо. Кто они? Аноним, Нина Потеева. У вас Люба. Ну и что тут? Кто это? Симон или Симон. Симон. Симон еще. Удобное христианство. Сказали себе, Бог, есть и стали на диету. Я не понимаю, кому он пишет это. То ли с кем-то он разговаривает, или ко мне это пишет. Ко мне об этом не надо говорить. Мы это все знаем, исполняем. Удобного христианства не ищем. Нас называют фанатики, экстремисты. Ну и что он говорит? Говорит-то правильно. Что люди придумали свечу. Считай, что он говорит? Сказали себе, Бог, есть и стали на диету. Водрузили свечу у идола. Типа он знает за меня, что делать. И живем. Да еще надо твердо верить в свою грешность. Иначе нет спасения. В кавычках. Всечеловеческий бред. Берите... Ну понятно. Вот прочитайте сами, что здесь написано. Я не пойму, к кому он пишет это. Если к нам, к нам это никак не относится. Совершенно не относится ни одной строчки. Златоуст говорит, христианство это не шутка. А о многих можно сказать. Христианин говорит, это звук, вводящий других в заблуждение. И он правильно что видит, о том и говорит. Ну вот это все. Вот это мы уже посмотрели. Это у нас видеоканал. Сегодня выставлен добрый человек. Это я насчитал в 80-е годы. Теперь он выставляет, оформляет это дело-то. Ну и считай, что и все. Все на этом. Последняя неделя. Вот сегодня вертепный понедельник. Господь издал из храма, говорит, думаю, вертеп разбойников превратили в вертепный. И вся неделя называется страстная неделя. По закону поститься, как по правилам, это понедельник, вторник, ни пить и ни есть. Два дня в среду. Один раз сухоедение. Вот там. То есть не варить. В четверг ни пить, ни есть, в пятницу один раз. И это единственная суббота, в которую поститься. В субботу нельзя поститься. То есть нельзя, это означает растительное масло, разрешает и вино. А в эту субботу одна, в году суббота. Вот. Перед самой Пасхой будет. И что это интересно, как Иоанн Златоуст говорит, я первый раз у него просчитал. Бог, говорит, просит, требует десятину. И во времени десятину. Ну а сколько? Семь недель пост. Ну а два дня-то не пост, а остается пять. Пять и семь. Ну два. Суббота, воскресенье постанет. Тридцать пять. И одна суббота тридцать шесть. Вечера до утра тридцать шесть с половиной. Триста шестьдесят пять дней в году. Тридцать шесть с запятой переноси. Вот это да. С точностью до запятой. Бог требует, говорит, десятину. Что значит ум? Это Иоанн Златоуст сказал. Все на этом. Богу нашему слава. Заберем.